Доброе утро, ребята, из шумного Винджевана сегодня очень-очень многолюдно на площади Дукали у нас здесь Мы вышли, во-первых, поснимать дайлеров, позавтракать, потому что сегодня воскресенье Но такое ощущение, что с отпусков просто вернули сегодня все Реально, потому что такого мы не видели давно, такого количества людей на площади Наш завтрак, все подорожало, уже такой завтрак стоит 9 евро А стоил где-то, ну, как минимум 8, да, наверное Ну, 7,50, возможно Ну, здесь такая обстановочка, здесь у нас кто? Александр Ну, и да Все бары ломятся от людей Кризис, денег нет Но бары почему-то переполнены, да? Италия, ребята, кто не знал, вообще очень велосипедная страна Мы тоже с Сашей катаемся, и здесь профессионалы, и рядом вот любители проезжают Здесь на велосипедах все, бабушки, дедушки, молодежь Круто, да, что они все в форме? В форме, в касках такие, вон девчонки, кстати, тоже Ребята, мы сейчас в Милане Какой здесь план? План такой, что мы хотим зайти в магазин очков Я хотела померить очки от Raven У меня же есть скидка, 50%, так как я работаю на эту компанию Вот, и я хотела померить одну модель классических вайфайров черных Знаете, кто смотрел фильм DiCaprio, как он назывался? Волкс Волкстрит Так вот, у него такие были классные черные очки Там Raven такие под наклоном Я хотела их померить И дальше, после этого, мы пойдем в магазин POS Чтобы померить вообще какие-то вещи интересные Потому что там сейчас завезли осеннюю коллекцию Интересные шарфы, интересные свитера Очень красивые расцветки там сейчас Так что зайдем еще и туда Так, вот он магазин Ray-Bans, Almoragi, Танамсуда Такие вот витрины Здесь у них можно тоже на Рождество покупать панеттоне Будет Может, мы здесь его потом возьмем, посмотрим В общем, оформление, конечно, потрясающее Витрин, смотрите, какой торт Монса 2022 Ну, с Богом! Да, глянь, сколько! Ну что, пронесло, слава богу! Кстати, давайте покажем чек Значит, чашечка капучино и кофе американо 2,60 Но это за барной стойкой, ребят, кстати За барной стойкой это называется или Альбанко Или Альболо Вот за столиком это будет 4 раза дороже Уже панеттоне продают, понимаете? Уже панеттоне, еще ж не Новый год Сегодня все особенно нарядные, потому что начинается неделя моды во вторник Может, просто уже не так жарко, знаешь, в виде более как-то снова начинают нарядиться? Ну, возможно, во-первых, не так жарко, 26 градусов Во-вторых, скоро уже неделя моды И люди начинают дребывать, все супернарядные, стильные На Монте-Наполеоне сегодня мы снимали стрит-стайл Был вообще супер аншлаг Кстати, насчет исторических пастичерий Как вы поняли, мы их исследуем Мы были в Маркезе, мы были сегодня в пастичерии Кова Так вот, в Маркезе тоже капучино стоит 2 евро за барной стойкой Но в Кове он тоже стоит, капучино 2 евро Но в Кове вам еще дают шоколадку, небольшую шоколадную конфету, что плюс Вот, потому, скажем так, за те же деньги тебе предлагают больше В Кове нам тоже понравилось, шикарные люстры хрустальные Пастичерия с двухсотлетним, скажем так, двухсотлетней историей Так что вполне, скажем так, зайти, выпить кофейку Очень доступная цена, друзья, так что не бойтесь Вот он первый коз, а есть еще второй коз на Брэре Как бы в Милане два магазина от этой марки Мы сейчас находимся тот, который ближе к дома Но, как я говорю, есть еще один на Брэре Давайте зайдем Здесь уже свитера Девочки Возможно, мальчик, меня мальчики смотрят 25% Кстати, я в косе Смотрите, я взяла такие потрясающие вещи Значит, я взяла три свитера Это малиновый Это шикарный зеленый Такой салатновый Потом удлиненный такой кожаный пиджак И эко-шубу черную Сейчас я это примерю Мы сейчас на первом этаже магазине Потом я пойду на второй Померю, что мне там тоже нравится Скажем, это вещь, которую я, возможно, бы взяла для себя Сейчас померю, скажу вам ценные Вариант номер один Это такой, я так понимаю, кашемировый Шикарный свитерок Рукава длинная Я подкатила Кстати, девчонки, все, что я меряю Это размер у меня S Вот, все размер S Ну, в общем, да Здесь такое горло Такой красивый цвет Теплый Приятный к телу Потрясающий Кстати, вот этот вот зеленый свитерок Он в жизни поярче, знаете, чем на камеру Он тоже Такой же модели Тоже стоит 150 евро Это вариант номер два Смотрите, тоже красивый какой цвет Я поняла, что, в принципе, мне такие цвета идут Зеленые, такой вот малиновый тоже Поэтому я их меряю Тоже по такой же цене Как я вам сказала, тоже размер S Такой приятный К телу очень Клевый Думаю, знаете что, давайте примерим вот с этим кожаным жакетом Вот вариантик Такой свитерок Это уже не кашемира Это, по-моему, мохер и шерсть Он достаточно колется И он, знаете, так лезет Салатного цвета Он 79 стоит И такой вот кожаный жакет Стоит 350 евро Кожаный жакет у меня, кстати, XS S не было Но я бы брала, если бы покупала Я бы брала, конечно, S Но у меня маловат Смотрится интересно А салат новый Видите, какой тоже такой цвет Яркий Смотрится так Давайте попробуем застегнуть Так это выглядит, скажем так Когда под пояс Это джакет Но XS на меня маленький Это 100% У меня как минимум S Ну, не знаю Вот как бы длина меня Все-таки, вы знаете, смущает Смущает Возможно, если бы я брала Именно на осень Я бы брала по длине Что-то, да Что-то по колено Как бы, чтобы зимой Можно было носить Ну, в принципе По-своему прикольно И из этого захода Еще вот последнее Примеряю Это такая эко-шуба Стоит 250 евро Это размер европейский 36 Вы знаете, мне нравится Я вам скажу честно Она смотрится прикольно Я не знаю, насколько она теплая Но, наверное, потому что Эко Конечно От натуральной шубы По теплоте Это будет дело Все отличаться Но, знаете Покров очень стильный Такая Оверсайз Какой-то классный шарфик Яркий Поднял шапочку И будет топчик Мне кажется В принципе Насчет теплоты Не знаю У меня никогда не было Эко-шуб Вот Ну Цена, в принципе Тоже норм Если вы хотели Какую-то эко-шубу Хорошего Относительно качества Чтоб не лезла И так далее То вот в посе Это вариант И, в принципе Цена приемлемая На зиму Потратиться Купить за 250 И носить Ну, тоже Какая зима, смотря Если у вас, конечно Зима минус 20 То это не подойдет Если у вас зима европейская Максимум минус 5 Как здесь, в Италии То это очень хороший вариант Девочки и мальчики Мы переместились На второй этаж С вами Здесь всего, кстати Два этажа Знаете, здесь Такой кашемировый Шикарный Свитерок Далее Я так понимаю Это тоже Шер с махером Такой Глубокий Фиолетовый С черным Посмотрите Какая красота Этот мне нравится Больше всего На сайте Такой есть Фиолетовый Еще Но его, к сожалению В магазине нет Потому я померяю Малиновый Но он мне тоже Очень сильно нравится И здесь еще Обалденного качества Осенний Тренч Просто Я не знаю На уровне С Бербер Нет По качеству 175 евро Для такого качества Это хорошая цена Для такой вещи Которую вы можете носить Не один год Все Предлагаю примерить И, кстати Еще Мы Когда сейчас С вами Это примерим Я увидела Там есть Два Очень красивых Шарфа Я их тоже Хочу потом Померить На выходе Ну что В общем Тренч Сел Просто Шикарно Я Честно В восторге От деталей Мне очень нравится Сзади Посмотрите Как красиво Смотрится Супер У меня Размер С Я правда Не знаю Что сделать С этим ремнем Куда его Надо засунуть Слушайте Наверное Куда-то Сюда Мне сейчас Честно Сказать Лень Наверное Здесь отстегаются Видите Все в заклепках Все сделано Топово В общем Высший пилотаж Девочки Так Посмотрите Тренч не скупаем До того Как я его Не куплю Я наверное Себе его тоже Бывала Но наверное Это будет Моя только Зарплата Не сейчас Но в общем Классный Мне нравится Так Девочки Следующий Лот Посмотрите На этот Шикарный Махеровый Свитер Он конечно Колется Это не Кашемир Но Я ему могу Все простить Из-за того Что Из-за этого Цвета Ну и Во-первых Мне нравится Что это Объемные Рукава Видите Такие Они Как Ниспадающие Это дело Спереди Смотрелось Стельнее Можно Вот так Вот знаете Так сказать Заправить Сзади Оставить На выпуск Ну все Я бы Честно сказать Этот бы Вариант Зала Только из-за цвета Потому что Мне идет Этот цвет Такой малиновый Очень красиво Смотрится Кстати он бы классно Гармонировал с этим тренчем В общем тренч я возьму Сто процентов Не сейчас Но Когда у меня придет Моя зарплатка Сделаю себе Маленький осенний подарочек Такой Да Небольшой Я возьму Я возьму этот тренч Я возьму этот тренч Тогда зарплату Себе Порадую себя Вот Ну Напишите Как вам Что бы вы взяли Взяли мы такой свитер Как вам цвет Мне кажется Что мне идет Яркие цвета Ну И оверсайз Сейчас в моде Не всем он конечно нравится Но Мода есть мода Вот еще один вариантик Такой Знаете Он смотрится Как темно-синий Но по факту У него нить Такая знаете Темно-фиолетовая С черной смешанная Тоже классный вариант Он стоит дешевле Чем этот вариант Этот 135 Этот по-моему 79 Ну 80 Потому что Здесь по факту Меньший объем Да Ну тоже классный вариант Знаете Смотрится очень классно С белым И футболка на выпуск Потому что носить Только под футболку Этот мохер Потому что он колется Не кашемир Потому что надо Что-то поддевать снизу Ну Как бы клево На камере он не передает Но вот такой вот цвет В реальности Смотрите Здесь вот Точно Цветопередача идет Ну и последний вариантик На сегодня Это благородный кашемир По цене Тренча Стоит 175 Точно так же Как тренч Но как видите Очень такой Свитерочек Он тонкий Но он Как бы Теплый И он такой Знаете Прям попу Прикрывает Длинный Вот такой вот цвет Не знаю Будет у нас Фокусировка Фокус Пожалуйста Фокус Вот Фокус Появился Вот такой вот Приятный цвет Кэмел Бежевый Такое Благородный Благородный цвет Ну Клево Классный вариант Но Очень Очень Небюджетно Скажем так Небюджетный вариант 175 Ну И заключительный вариант Это Девочки Этот шикарный Шарф У меня такой Есть Светло Молочного Цвета Я покупала Его в Париже Кстати Подарок У меня был Себе такой На день рождения От Сашиной Мамы От моей мамы Вот И Сейчас Такой Вышел В этом году Точно такая же Модель Просто Другого цвета Розовый Очень Классный Вот так вот Более точная Цветопередача Вот видите Какой цвет Красивый Если сравнить Вот есть Снежно-розовый А это Такой Прям Малиновый Ребята Мы переместились В KFC По Google Maps Вообще Было написано Что Это отделение KFC Закрыто Мы вначале Хотели зайти В Five Guys Но там Какие-то Я не пойму Напишите Кто У меня В теме Из вас Почему Так дорого В Five Guys Там Какие-то Цены Неадекватные Там Один Гамбургер Стоит 12 евро Картошка Маленькая 5 евро Ну Как бы Дороговато Вообще Мы переместились В KFC Потому что Здесь За 12-15 евро Можно купить Целое меню Это Гамбургер И пола И ножки И там Вам еще Кукурузу Положат Потому как Не знаю В чем прикол Five Guys Напишите Кто пробовал Вкусно Это Фастбук Или нет В KFC Вполне Вполне Все вкусно И классно И Ну как По мне На мой Вкус Здесь Качество Лучше Чем В Майке Но здесь KFC Он и подороже Мордональдса Конечно Процентом На 30 Хотела сказать Знаете Что Друзья Милан Сейчас Потрясающий Очень много Людей Супер Оживленные Перед неделей Моды Ну в общем Просто Восторг Мы очень Классно С Сашей Поработали Сейчас Мы Поснимали Видео С С Очень Много Красиво Одетых Нарядных Людей Просто Восторг Такие Знаете Такие Образы У них Ну непередаваемые Просто Молодцы В общем Такой Заказ Обошелся 11.50 А как я Сказала Five Guys Только Бургер 11.50 Друзья Напишите Если вы В курсе Это Какие-то Сырные Шарики Это Какие-то Наггетсы Здесь Бургер И маленькая Картошечка И томат Прям вкусно Не по вкусу Вкусно Но по сути Вкусно Да Когда Голодный В особенности Целый день То Да Я Представляю Такая Обстановка Никого Нет Потому Хорошо ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Доброе утро, друзья. Ни свет, ни заря. 7 часов утра, 15 минут. Мы сейчас едем в Милан на остановку метро Молино-Дорино. Забирайте ребят. Вот. И едем сегодня мы на хайк на озеро, которое называется Лагуни-Корона. Пишется через А, ну через О. Кстати, это озеро мы обнаружили еще в период, когда в разгаре был тот самый всем известный вирус. Вот. И мы такие, опа, корона, приехали, да? Ну, в общем, это у нас шуточки такие были. Едем, в общем, забирать ребят. Дорога у нас не близкая. Если считать из Виджевана, то 2,5 часа всего получается. Из Виджевана до, получается, этого озера у нас 2,5 часа. И мы сегодня будем подниматься, считай, 900 метров. С 1000, где-то, сколько там, 1000? 100 еще. Да, 1000, ну, считай, 1100 до 2000 метров мы должны сегодня будем подняться. В общем, такой хороший подъем. Мы уже возле метро Малина Дарина. Здесь сейчас будем где-то искать ребят и забирать их. Мы на автогриле. Сейчас хотим купить кофейку. Обязательно. Купить кофе и дальше ехать. Я возьму себе, наверное, капучино. Друзья, мы уже в городе Корона. Припарковались. Я уже перебулась. Ребята тоже там. Они сейчас... Сейчас я вот приблизила. Немножко видно. Потрясающее озерцо. Там тоже городок, бары внизу. Но мы уже поднялись именно на нашу точку, откуда мы хотим начать наш маршрут. Вы прям по росту идете. Почухайте меня, пожалуйста. Ну да, ну да. На релаксе. Типичная итальянская собачка. Так. А мне кафе Макьято, да? Перме Макьято. Перме Макьято. Красиво. Да, вот. Я хотела, во-первых, добавить. Мы же тогда снимали видео о медицине и я не сказала, чем ребята занимаются. Мила у нас занимается, как бы людей отправляет, как правильно сказать, в Австрию, на учебу помогает. Да. Играется через образование. Да, вот. Максим у нас... Я за компанией. А он иммигрант. Я живу за компанией. Он учится, как бы сейчас на программирование проходят курсы и как бы ребята собираются на курсы итальянского языка еще тоже записываться. А ты чем занимаешься? Я? Да. Я кайфую просто. Я приехал сюда кайфовать. Правильно. Все. Все, все. Просто нет. Да, ребят, конечно, этот бар просто с видом. Обычный бар, где местные жители заходят, туристы тоже. Но посмотрите, какой шикарный вид у этого бара. Просто топчик. Ну и, конечно же, да, отдельная тема это вот эти вот украшательства горных домиков такими вот цветами, когда сезон. Мы поднимаемся, друзья. Посмотрите, какая шикарная зеленая поляна. Просто луга. Здесь такое вот поселение. Тоже справа мы его проходили. Вообще городок Корона. Вот он. Остался там где-то вместе с озером. Ну вообще здесь, да, панорамка супер. Так, у нас здесь водопой. В очереди. В очереди на водопой. Здесь такие домики шикарные. Римская вилла была. Римская вилла. Это Мила может больше рассказать о римских виллах. О, нет, можем спросить. Что это за римская вилла была? Слушай, ну точно не римская. Блин. Увы, я... Не, римские, кстати, дошли бы сюда, но... Что? Ну, Милаш у нас на раскопки едет в понедельник. Да, завтра причем. Человечек на раскопках. Расскажу вам потом, как в Талии проходят раскопки. Но что меня удивило, мы когда учились в России, надо было куда-то ездить на практику, там, в музей поработать. Ну, то есть ты сам организуешь абсолютно все. Ты плачешь за транспорт, за жилье, там, все что можно. И в принципе тебя не допустят ни до каких серьезных задач. Ну разве что в музее пыль протирать. А здесь ты понимаешь, что тебя допускают до раскопок римской виллы, и тебе платят за дорогу, тебе платят за жилье, тебя селят в отеле с питанием со всем. И это, конечно, вообще просто... А сколько будет длиться они? Слушай, вообще три недели идут раскопки, но можно выбирать, на сколько ты поедешь. Я сейчас поеду в разведку. Возможно, я останусь на две недели. Все-таки у меня еще есть работа, которую я не могу прогуливать прям так долго. Но можно делать сколько угодно раскопок за время учебы. Поэтому просто выбираешь проект, куда ты хочешь ехать, подаешь заявление, проходишь отбор. Есть раскопки, на которые можно поехать абсолютно всем. А есть раскопки, на которые надо прям пройти. Серьезный отбор. Вот у меня сейчас друг едет раскапывать в Тунис. И это, кстати... От итальянского университета, да? Да. Да. Но там раскопки международные, и цель вообще этих раскопок сотрудничество между Тунисом и Италией. Поэтому туда должны ехать итальянцы. Мой друг не итальянец. Но он учится лучше всех итальянцев в нашей группе, поэтому взяли его. При том, что сам преподаватель ему говорит, слушай, не говори, что ты не итальянец. Нормально. Мы сделаем тебе документы, что ты не Тома, а Томаза, и ты будешь итальянцем. Не, ну это такая, как сказать... Это по-итальянски просто. Это тема по-итальянски. Это такая сицилийская мафия, которой мы тебе сделаем документы. Ну, и они ему все тоже оплачивают, да, в Тунис? Естественно, все, да. То же самое Турция, Египет. У тебя селят в отели, ты просто днем, в будние дни копаешь, делаешь научные работы потом. То есть это систематизация того, что ты копал. Ну, это, короче, у нас будет крутой выпуск. Мы расскажем подробно, прям про учебу. И можно сделать так, чтобы вам еще за учебу в Италию платили, а не вы платили. Это будет интересно. Так что ставьте лайк. Наперед! Смотрите, какая панорама, ребят. Мы сейчас перекусили, и озеро это называется, здесь уже мы поднимаемся, Лаго Кавасаби. Зимой оно полностью замерзшее. Обязательно посмотрите влог. Если я не добавляла подсказку, добавлю сейчас, когда мы ходили зимой или осенью. Это было очень классное видео. Вот. И здесь такое вот потрясающее озерцо. Тогда мы его видели замерзшим. Сейчас первый раз мы его наконец-таки видим вот в таком вот состоянии. Здесь потрясающая такая долина. Мы уже прошли две третьих пути. Перекусили. На высоте уже погода другая. Мы сейчас уже где-то 1800-1850 метров до Рифуджио. Куда нам надо? Рифуджио Фротелли Кальви. Нам осталось еще 45 минут, друзья. Ну, это не то, что мы ожидали. В общем, мы на 2000-х осталось дойти вот туда, на Рифуджио. Написано 20 минут, дайте сюда пройтись, отдам бы до рефуджия, еще 20 минут, друзья. Надеюсь, дойдем. Надеюсь, что мы там пообедаем, потому что мы все очень проголодались. Такая дорожка прикольная, панорамная, нам, в общем-то, необходимо сейчас выйти на нее. Это у нас самое слабое звено. Да, ребята, это ванная. Есть. Да, это не брешь и трескать в баре. А вот и домик. Топчик просто. Здесь есть еще озеро, еще одно, в принципе, на которое можно спуститься. Вы спросите, как доезжают сюда сотрудники? Вот, на автомобиле, потому что дорога по факту вся асфальтированная. Такой вот мотоцикл еще у них есть, видимо, возить продукты в том числе. Этот момент трагедии нужно заснять, гнева. Да ты спросил у человечка, что? Что думаешь, Максим? Ситуация какая вообще? Думать нет энергии. Но мы дошли, как бы, в 2 часа 27 минут мы здесь были и нам сказали, что уже все, кухня закрыта. С 2 часов закрыли, да, с 2 часов. С 2 часов закрыли кухню. Ну, короче, это просто итальянская система питания мы знали, но всегда кухня до трех. Не, ну до двух это слишком. Нет, ну какой, ну ты смеешься до двух. До трех кухня всегда работает. Бежать сюда хорошо. Ну, короче, кухня закрыта, а по ленте нам не поесть мясо. Ребята взяли бутрики, у нас наши по одному еще остались. Мы взяли по штруделю еще. Не взяли по штруделю, если ты посмотрел, что будет. Ну, не осталось. Редактор субтитров А.Семкин